Друзья, здравствуйте! Снова в студии, в вечерней студии мы. Я Александр Коломейцев, вы мой друг Николай Николаевич Виткевич. Прошу написать, как нас видно, слышно или слышно, или не видно. Может быть и слышно, и видно. Попытаюсь сейчас на своем компьютере заглянуть. Ну, а вы старайтесь писать, и мы составим разговор. Прямой эфир Николая Николаевич у нас пошел. Мы видны или нет? Видны, все, отключаемся. Ну, как всегда, пройдемся. У нас много есть, что вам сказать сегодня. Мы обрели много информации и поделимся опытом, как делиться этой информацией. Ну, для начала мы всегда не будем изменять своим решением и пройдемся по нашим блядским новостям, которые происходили в последнее время. Ну, Николай Николаевич, ты всегда что-то отличает. Ты не можешь просто так реагировать на то, что вытворяют наши власти. И очередное у нас будет ограничение движения на крестный ход, который 30 числа состоится. И еще оказывается какой-то фестиваль созвездия. И опять в центре Брянска будет ограничение движения. Я уже неоднократно говорил, что, ну, во-первых, это показывает, кем является так называемый мэр нашего города, господин Макаров, который в присутствии 15 корреспондентов различных СМИ на камеру дал торжественное обещание, что движение в городе будет перекрывать только на 9 мая, ну, или, может быть, какие-то праздники сопоставимого масштаба. Ну, даже 17 сентября здесь не очень подходит, потому что в большинстве городов Российской Федерации дни города отмечают по выходным дням. И только у нас организуют какие-то немыслимые шествия в рабочие дни, не дают тем людям, кто работает, спокойно работать и отнимают, и у них возможность спокойно перемещаться по городу и делать свое дело. Ну, и, собственно говоря, у тех, кто хочет отдохнуть, тоже такой возможности нет. То есть, почему этого не делают, не празднуют в воскресенье, это, в общем-то, опять же, вопрос не к нам. Но я здесь хочу сказать про то, что Макаров давал слово в присутствии камер 15 средств массовой информации. Вот, вне зависимости от того, что он обещал, ну, как бы, если человек считает себя чем-то похожим на мужчину хотя бы, он за свои слова должен отвечать. То есть, либо не надо было этого обещать, можно было сказать там, «Да я в гробу вас всех видел, дорогие горожане, вот нам нравится демонстрировать свои обезьянь и повадки, что мы можем наплевать на всех и взобраться на пальмы выше других, а все будут стоять и смотреть, пробовать». Вот, надо было это честно сказать. Он этого не сделал, он сказал, этого больше не будет. И не прошло там недели, когда он свое слово нарушил. Поэтому, вот, для меня, допустим, все абсолютно ясно с этим человеком. То есть, мужчина, который не может держать свое слово, ну, как бы, как к нему можно относиться? То есть, это одна сторона вопроса. Вторая сторона, вот эти вот немыслимые, дикие, никому не нужные праздники. Может, хватит уже праздновать? Вот, вы посмотрите, что в городе творится. Мы вот сейчас заезжали, опять же, из Москвы. То есть, в Москве тоже ремонтируют дороги. В Москве тоже ведутся какие-то работы. В Москве гораздо больше машин. Вы посмотрите даже, как там сейчас организовано это все. И посмотрите, какое качество именно покрытия. Вот, мы ехали как раз тоже, в том числе, и по Садовому кольцу. Асфальт укладывают на машину. Стойте, я застанавливаю. Мы вначале выезжали с Брянска. И на ново уложенном дороге по проспекту на Московском, мы видели, какие переплаты. Озера там. Озера изложил. Да, то есть, вот мы как раз ехали, когда был дождь во вторник. И там стояла вот эта вот вода, дождь прошел. Ну, вот, это же только что сделано, только что отремонтировано. Вот, кто это делал? Или в водка новая? Кто это принимал и кто подписывал оплату за эти работы? Ну, вы что? Ну, страна другая, Москва другая страна. Может, она и другая, но асфальт-то можно ровно укладывать в нашей стране? У нас же все так здорово. В нашей стране Брянск. Ну, у нас же теперь же Брянск лидер всего на свете. Ну, вы хотя бы, вот, можно там о чем угодно рассказывать, о каком-то лидерстве. Ну, вы научитесь хотя бы, вот, чтобы вновь уложенная дорога, она была, ну, хотя бы на глаз ровный, там, я уж не говорю. Ну, вот, в принципе, каким-то образом умудряются, а не там это делать. Ну, все понятно. Тут уже нас пытаются подкалывать. И то же самое, что сравнивает ТД Александра, европейский. Я столько денег не украл, сколько эти ребятки украли. Я за свои и за кредиты строился. Дружище, неуместно там, что-то, алекс ЗЗЗ, или кто-то там, я не знаю, что-то. Ну, для того, чтобы европейские, ну, вы знаете, кстати, достойного человека, который построил европейский, он сейчас уже банкрот, его во всем мире. Не-не-не, там три других уже, а не кто. Не-не, так нет, начинал строить именно он. Нет, там две, друзья, он, 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 он. Нет, он начинал строить. Давай, у нас свои Брян есть. Добрый вечер всем, кто там. Здравствуйте. Уничтожение Круглова сквера, она как бы продолжается, несмотря на то, что уже сегодня подписалось 716 человек противореконструкции. И самое, знаешь, для меня, я же сам лесник, у меня бы хотя бы спросили. И Егорушкин, это юноша, который закончил лет на 10 позже меня института, сейчас возглавляет он наш БГИТ, а сейчас БГИТУ, их как только не называть, то был просто нормальный БТИ. Брянский институт, альмаматор тоже богомаза. И Егорушкин, вопреки желанию Александра Васильевича, остался возглавлять наш БГИТ, или БГИТУ сейчас как он называется. Ну, наш институт БТИ по-старому, Ордена Красного Знамяя, славный. И вот что они делают, власти, говорили, что вот этот дом, где ликероводочный наш завод, там, я называю, там замок его, или что там, не знаю, как строение, и там голубая ель, которая, как раз, она выходит на лестницу, на начало, нет, даже не на лестницу, на сход, который отправляется. Они обещали эту ель, красивую, которая росла, ну, наверное, там лет 40 минимум, а то 50. И она красивейшая, пушистая. И власть перед реконструкцией этой лестницы обещала ее не сносить. Я сказал, что мы ее выкопаем, пересадим. Так, благодаря вот усилиям Егорушкина, так называемого ректора, он, с моей точки зрения, он никчемный ректор. Я смотрел, как отмечали 70 лет нашему факультету в лесном, и за какими столами там сидели, это позор. И мне достаточно руководства Егорушкина, ну, то, что Богомаз не пришел проститься с ректором в то время, когда он учился Мурахтанову Евгением Сергеевичем, даже не остановили занятия, поставили гроб прямо в холле, студенты бегали, кричали, голосили, и выделили там копейки, и отправили одного только бедного Устинова туда на похороны на одной машине с покойником в Питер. И вот этот ректор, благодаря его усилиям, Егорушкина, сказали, что ель невозможно было пересадить, потому что, знаешь почему? Потому что есть воздушные потоки, есть солнечное влияние, что не везде эта ель приживется. Я хочу одно сказать для вас, грамотеи. Люди из Москвы, они отслеживают такие деревья красивые, и нужно было не попилить, а минимум 1300 бы заработали на ней. Потому что вот у моего друга в выгончих перед домом росла ель голубая, уже возрастом лет 30-40, то есть нормальная, созревшая, красивая ель. Подъехали, отдали по тем деньгам, это лет 5 было, 150 тысяч, аккуратненько, при помощи крана, при помощи легких соединений, ни в коем случае не троса, подсоединили, выкопали, в мешковину уложили корневую систему, корневая система у ели, она мочковатая, то есть она лежит на поверхности, она не то, что там стержень, как у сосны, а она мочковатая. А коротенько упаковывают, с частью рунда откапывают, выкапывают, и могли бы заработать. Так нет. Ректор сказал, что это, и боялись, что эта ель повредит там кого-то или чего-то, и они просто сделали их чертовой матери, попилили на дровах. И несмотря на то, что вот Кукатов и там журналисты вмешали, что не трогайте вы, ради бога, круглый сквер, все-таки они решают, что после лестницы они возьмутся за круглый сквер, и ученые, ученые БТИ обследуют деревья на зараженность. Я в круглом сквере не видел ни одного тополя, который может быть гнилым и ненормальным. Поэтому не призывайте в ученых, Макаров, Богомаз, оставьте в покое в округлый сквер. Научитесь. У Егорушкина раньше было, еще до него, седьмая группа, именно зеленители, именно ландшафтные дизайнеры воспитывали. Это были отличники, в основном это девочки там учились, туда было до десяти человек на место попасть. Сделайте ландшафтный дизайн не по вот этому проекту Панченко, а сделайте, наверное, даже при помощи студентам сделайте его. И реконструируйте его с теми деревьями, которые там растут. Если надо, подсадите новые, но ни в коем случае не уничтожайте то, что выросло. Поэтому власть идет опять своим путем. Уничтожить все, посадить декоративное. Я предполагаю, что это просто идет отмывка денег и вообще стереть с лица нашего города красивое насаждение. Помните, начал сносить, Макарову напоминаю, с Климанковым деревья Смирнов. Это как там говорил потомский сосед. Бог не фраер, да? Все увидит, распределит и знаете, где Смирнов? Не за то, так за это. Возмездие как бы настигло. Не хотелось, чтобы это было, но самое главное, остановитесь, остановитесь и не надо резать то, что не высадили, по крайней мере. И в вашем исполнении, вот все реконструкции, вот от Семеновского сквера, когда вырубили и выкосили, мы с тобой снимали все, что можно, и амурскую сирень, и по могиле Игната Фокина, вместо того, чтобы мы говорили изначально с тобой, перезахороните на центральном кладбище, на аллее, там почетных людей нет. Они там что-то восстанавливают. И машины, ты видел, обрезали деревья, прямо на могиле стояли. И всем плевать. Ну что, поехали дальше. Как всегда, твой герой, любимчик, депутат Валуев, снялся в фильме «Опа! Новый год» в кинокомедии. И чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало, но и самое главное меня добило, что Кубок по рыбному спорту имени Валуева стартует у нас аж до 9 сентября на обновленной набережной. Как ты думаешь, уберут те спиленные деревья, которые бы мы снимали, и мусор с набережной до 9 сентября? Ну, там уже, в общем-то, уберут его или не уберут, сквер не вернуть. А, в общем-то, работа депутата. Да, а то, как работает депутат Валуев, ну, я думаю, что у вас, господа, уважаемые рыболовы, будет возможность у него лично, так же, как мы сделали, спросить. А что он вообще, почему его таким вот образом о его деятельности рассказывают журналисты? Нам он сказал, что его больше никто не спрашивал, что про него вот только такие странные вопросы ему задают. Вот почему-то там кувалды-скворечники прибиваешь, там, лопатой строишь Климский мост. Сейчас, как бы, мы ему задавали вопросы, теперь, если кто-то там будет присутствовать на этих соревнованиях, тоже позадавать ему вопросы, ему, как бы, заняться. То есть, он видит вообще свою роль в решении брянских проблем именно таким образом, что там рыбу половить, там, в фильме в каком-то сняться. Ну, понятно, что он вряд ли когда-нибудь попробует сыграть Гамлет, это вряд ли ему и предложит. Ну, во всяком случае... Каменную башку предложит. Нет, ну, кстати, вот Каменная башка, как раз, фильм хороший был. Но тогда он не был еще депутатом. Ну, в общем-то, когда уже человек, в общем, получает государственные деньги, бюджетные и немаленькую зарплату, именно за то, чтобы занимался именно теми вопросами, которыми депутат должен заниматься, а он, в общем, продолжает. А смотри, как он знает. Помнишь, а почему вы ко мне раньше не обратились? Мы обратились к Владуеву. Через месяц он нам дал ответ. Что переадресовал наши вопросы в органы, которые отвечают за эту прокуратуру и в администрацию. Прошел еще месяц. Ответа мы никого опять не получили. А смысл обращаться? Вот мне хотелось бы сразу ответить на вопрос, потом мы пройдемся с самого начала. Вот Александр про деревья фиг его знает. Но когда деревья падают на машины, то это грустно. Мне жаль и грустно, что ты не слышишь, о чем я говорю. Падают деревья, это мягколистенных сортов и те, которые являются сорняками сегодня в городе. Это тополя. Я уже говорил, пополис тремула. Это осина дрожащая. Это городское дерево, которое, как только ты его посадил, или вырос на сорняк, она начинает сразу гнить. Вот там жучок залез куда, и она поперла. Вот они сегодня в основном озеленяют наш город. Озеленяли еще Бульвара Гарина и Площадь Ленина каштаны, которые тогда в армии Смирнова уничтожили. А тополя сейчас нужно убирать все и садить вместо них совсем другие деревья. Ну, об этом уже как бы после. Брянские власти, друг мой Николай Николаевич, опроверли обвинения в нарушениях при строительстве. Это выдало у нас сразу все информационные порталы, которые популярные читаются. Это Брянские новости, называется Брага, Брянхудей и Брянская улица. И ты знаешь, вот ты прокомментируй, я скажу свое мнение. Кто видел, когда мы были в Москве, мы выпустили ролик специальный. И вот хотел бы я вам показать, что значит журналисты настоящие. Мы-то с тобой как бы, а царь-то не настоящий. Мы же не говорили никогда, вот я, например, я не журналист. Но журналисты молодцы настоящие, которые уцепились и раскрутили вопрос с ответа, который был обращен к нам с Николаем Николаевичем. Вот ответ я вам покажу. Мы на сайте своем уже выложили, вы посмотрите. Николай Николаевич, вы можете открыть там закладочку и почитать. Это Министерство захоронения Российской Федерации. Отвечает по запросу управления президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций. Копия. Коломейцову А. В Дребезе 32. Gmail.com. Это на наш электронный адрес пришло. И самое главное, что журналисты РБК, нас отыскались и говорили о чем в Москве, отзвонились и просили меня прокомментировать, был ли этот ответ, мой адрес, он настоящий или не настоящий. И вот эта вот группа, тоже независимая по борьбе с коррупцией, вот это International, где и Саша Чернов принимал участие. Они откопали. А мы как бы, ну очередная отписка пришла, и мы забыли. А когда мы посмотрели, что значит проанализировать то, что написали. Даже работники администрации президента и самого Министерства здравоохранения не обратили на тот факт, значит первый факт. Они везде написали, и опять и улица, и тудей, и брага, и самое главное, что написал и даже там РБК, вот сейчас новая газета, не знаю, напишет, что погибли 11 детей. Но если вы помните, что порядка 30 по слухам, и мы уже показывали вам, как перемещали трудные детей, которые были безнадежными, их перераспределяли по другим больницам. И вот как сразу во времена закрытия роддома мама давала интервью ребенка, который чуть не погиб, который 8 дней уже не ел, его перевели в роддом областной. И там врачи квалифицированные развели чудо, они его спасли. Из полутора килограммов, ребенок сейчас 3 килограмма, уже туда-сюда выпишется. А там все было безнадега. И самое главное, что они обратили, вы помните, говорили в начале, в начале, когда был скандал, ты помнишь, о 10 погибших. Это говорили доктора пенитального центра за выделение. И этот Константин Евгеньевич, главврач больницы Воронцов. Потом они говорили об 11 детей. А потом главврач на ступеньках, когда мамы пришли, плакали, он сказал, что подтверждено на момент закрытия гибель 12 детей. И сегодня они говорят о гибели 11 детей. Для них гибель одного ребенка ничего не значит, Николай Николаевич? Ну, вообще, с самого начала, вот вся вот эта путаница, было понятно, что люди врут. Тут, конечно, большой плюс, что вот эти вот ребята, журналисты, привлекли экспертов международных, которые именно знают процедуры вот этих вот открытий, как положено открывать родильные дома, а тем более вот перинатальные центры. То есть, такой родильный дом с претензиями на самую передовую технологию. И он когда посмотрел, в принципе, любой бы специалист... Я зачитаю, сейчас ты дальше прокомментируешь. То, что мы пропустили из виду, из тех ответов, я зачитываю вам и говорю Бардукову, что ты не специалист и не глава здравоохранения, ты губитель здравоохранения вместе с Ищегловым. Я вот читаю, строительство премиентального центра в Брянской области, это нам отвечает Министерство здравоохранения, осуществлялось в рамках программы развития перинатальных центров Российской Федерации. Разрешение на ввод перинатального центра в эксплуатацию выдано 1 марта 2017 года. Санитарно-эпидемиологическое заключение выдано управлением Роспотребнадзора в Брянской области 2 марта. А это значит, это не то, что говорит Бардуков, вы почитайте. Что такое Роспотребнадзор? Он должен проверять воду, на анализы брать, канализацию, смывы, вентиляцию, микробиологию, свет обязательно, все остальное. И они это уже дают заключение в течение 1 дня, 2 марта. А лицензия на осуществление медицинской деятельности получена уже 4 марта 2017 года. Через 3 дня? Нет, после смыва, слива через 2 дня. На второй день вернее. Значит это 4 марта. А прием пациентов в перинатальном центре начат уже 7 марта 2017 года. Всего в перинатальном центре работает 68 врачей. Все врачи имеют сертификат специалиста. Средний медицинский персонал, 183 опушерки, медицинские сестры и лаборанты. Для работы в перинатальном центре из 251 человека 72 специалиста прошли профессиональную переподготовку, повышение квалификации в симуляционных центрах. Кулакова, там все-все-все такое. То есть из 251 человека, работника, только 72 прошли. Но мы же говорили, новое оборудование, сколько времени проходили. Это же не менее полгода, мне кажется, они должны проходить практику. Новая машина, ты же ее за один день. Я еще через несколько лет некоторые кнопки нашел. Я тоже, я тоже. А у нас, получается, врачи и медсестры мундеркинды. Значит, это самое, работа в перинатальном центре по приему пациентов приостановлена 9 июня. То есть 3 месяца и потребовалась так называемая очистка. И в период закрытия всего лишь 10 врачей и медицинских сестер, это врачи, прошли, направлено на обучение, на рабочие места, на ученый центр имени Кулакова. И департаментом здравоохранения Брянской области проведена внепланная медицинская проверка. То есть они проверяли сами себя. И мы до сих пор не знаем заключения следователя. И подписано это заместителем директора департамента О.С. Филипповым. Да, и здесь еще на два момента обратите, пожалуйста, внимание. Это вот второй лист. Сегодня появились так называемые опровержения. И там вот этот деятель, он, Брадаков, да, он пишет, что здание, дескать, новое, и вообще проверка это не нужна была, и лицензия ему не нужна. То есть вы как-то определитесь. Вот у вас вот эту вот лицензию, которую они выдали, они ее просто так выдали, от нечего делать, если она не нужна. То есть он уже настолько забрался, что лицензия не нужна, но лицензию сделали. Коль, Коль, секунду, секунду, сразу, чтобы не забыть. И читаю на Браде, почитайте, что после закрытия пенитального центра в этот период погибло двое детей, да? Но написано, что 450 детей были успешно рождены. Откройте, пожалуйста, Брянскую улицу, Брянскую газету и Брянскую Дэй того времени закрытия. Там нам говорили о 712 рожденных за три месяца, потом 830, а сейчас пишут 450. Так сколько все-таки родилось? Если 450 и 12 детей, которые они признали погибшее, то это, извини меня. Ну и тот же вот этот вот, эксперты, которые анализировали это заключение, они сказали, что по России, вот по их сведениям, средний показатель 8,5 смертей на 1000 новорожденных. А вы меня извините, если 12 на 400, то это сколько? И у нас еще утверждают, что он передовой, это средний по России показатель. То есть, вы представляете, вот какая степень вранья и наглости присутствует у наших этих чиновников от медицины. И они еще после этого говорят, что там мы не специалисты, как мы могли. Антошин вовремя дал на меня. Да, да. Антошин красавец. Антошин как раз действительно очень вовремя привел пример оголтелых блогеров, которые, дескать, вот не в себе, там, ради непонятных каких-то целей, амбиций, там, видите ли, решили сделать. Я тебе пиар, а вот объяснить, каким образом они даже не могут вразумительно посчитать, сколько все-таки детей умерло, это что вам, как бы... 10-12, да. Там, это так, вот у нас 10-12 человек умерло, а они должны были по каждому случаю, там, так сказать, по фамилиям, по диагнозам уже знать специалисты, так называемые, что случилось. А ведь продолжают эту информацию утаивать, и тем более, что мы знаем, что, к сожалению, далеко не 12 там смертей, а гораздо больших, и то, что они опять подделывают документы, фальсифицируют отчетность вот этого вот, они стараются правду любой ценой уничтожить, чтобы она не дошла до общественности. Но вот они сами себя вот этим враньем, они увязают с ним все глубже и глубже, потому что уже на документах, на глазах у всех людей, они показывают сами же свою лживость и нарушение многочисленное. Я хочу одно сказать, спасибо той некоммерческой, независимой организации, вот этой корпорейшн, там что-то интернешнл, и Александру Чернову, которые провели расследование, и которые обратили на нашу невнимательность с тобой. Спасибо, посмотрите, РБК уже выложила и поднял эту тему заново, и новая газета, я думаю, мы завтра купим, посмотрим, на что она напечатала, не напечатала. Я думаю, что рано или поздно спросится за смерть и смерть, со всех виновных, кто спешил в этом открытии. Ну что, Николай Николаевич, прежде чем перейти к нашим таким хорошим, прекрасным новостям, я хотел бы сказать, что сегодня состоялся пересуд по условно-досвобождению бывшего губернатора Денина в областном суде. И что ты думаешь? Мы не питали иллюзии, нам звонили в Москву и просили принять участие в этом заседании, потому что мы единственные, кто можем объективно осветить этот процесс. И для нас не послужило это никаким удивлением, что Денину вновь отказали в УДО. Я единственное хотел бы сказать, что Николай Васильевич пожинает те плоды, которые он сам на протяжении 10 лет выстраивал. И вот в этом обмане, вот в этих фальшивых людях, которые его окружали, которые сейчас миллиардеры благодаря ему, которые сейчас хорошие пенсионеры с хорошими пенсиями. А он, как один мне сказал под обедом, его правая рука по единой России, будет он сидеть от звонка до звонка. Так что Николай Васильевич или родственники, которые слышите, знайте, кто вас окружал. Поэтому мы бы могли бы, конечно, осветить, мы и так освещаем об этом, говорим открыто, но мы ничего поделать, к сожалению, не могли. В Брянском, в Брянской области хорошая новость для именно власти, которая выделила деньги. Здесь, ну что можно сказать, мы же говорили, мы говорим и положительным, и отрицательным. Что сегодня, в этом году заменят 42 километра тепловых сетей. Ну тепловые сети, конечно, понятно, это важно, но сегодня в городе Брянске 95% канализации изношены и 65% водопроводных сетей. Как с ними будем бороться или как там устраивать и расстраивать? И сегодня власти благополучно резюмировали, что школы Брянска признали готовыми к новому учебному углу. Ну держитесь, родители, за свои штаны и кошельки, потому что, как я говорил в прошлой передаче, что я спрашивал нескольких векторов, сколько вам в этом году было выделено управление образованием городом или областью на ремонт школ. Они сказали 0 рублей, 0 копеек, приводили в строй школы благодаря помощи родителям и сами учителя трудились. Я считаю, что такого не должно быть допустимо, но, к сожалению, этот факт имеет место. Глаженка продолжает топиться двумя печками во время черного года зимой. Там же не учатся внуки Богомаза, там же не учатся внуки или, не знаю, может быть, дети Хлеманкова и Макарова. Поэтому все хорошо. Ну что, Николай Николаевич, хотелось бы от тебя сейчас услышать позитив, с которым мы столкнулись, пообщавшись с людьми, которые, несмотря на то, что у нас установлен в стране феодальный строй или рабовладельческий даже в некоторых регионах, в которых мы тоже поделимся, у нас не самый плохой вариант, хочу сказать, сегодня существует благодаря Богомазу или вопреки ему. Мы посвятили прошлый день визиту в Москву. Мы договорились о интервью, которое вы уже видели, и мы смотрим, успешно он просматривается. Это визит был доктором исторических наук, заведующим кафедром МИМО, Валерием Соловью. Он сказал, что его фамилия склоняется, можно склонять туда-сюда. Так что Соловей нас удивил, вернее, меня, а ты сейчас скажешь. Во-первых, с умными людьми говорить, значит, очень приятно. И ты знаешь, нету чванства, от которого зайди к любому мэру, заму мэру, к какому-то клерку последнему, заму губернатору, губернатору. Вот это чванство и недосягаемость его величества, она поражает. Когда человек, имеющий, как назвал его, оракулом Кремля, да? Когда человек все сложные вопросы разложил по полочкам простыми словами. И ты знаешь, я наслаждался, но больше всего меня поразило. О москвичах можно говорить как угодно. Там мы служили, там в армии, всякое было. Но он, правда, сам слуганщины родом, своего рода счастья, который, к сожалению, разбомбили. Этот человек нас пригласил не в офис, не в МГМО, он пригласил нас к себе домой. Встретил квартиру, предложил чай, хлеб, соль, сахар, познакомил со своим сыном, там, все остальное. Мы вручили ему, как, сувениры брянские на фоне, там, всех наших знаменитых, там, пересветов, пересветов, вернее, там, кургана, там, у нас там картины, там, кружки, тарелки. Человек был доволен, очень благодарен. Поэтому, ну, теперь твоя песня. Ну, что я хочу сказать, честно говоря, мы ехали в Москву, там, с некоторыми опасениями, потому что мы прекрасно понимали, что, ну, люди, с которыми нам предстоит встречаться, это люди совершенно незаурядные, это люди, известные во всем мире, это действительно признанные величины и в науке, и в бизнесе. И как бы мы там ни храбрелись, какие бы мы там ни были, вот, такие, вот, сами себя, там, брянские ребята, ну, вы поймите, то есть, все-таки есть определенная разница, и когда, вот, готовишься к встрече с человеком, ну, вот, первыми мы приехали к Валерию Дмитриевичу, Соловьеву, вот, ну, мы некоторую робость испытывали, потому что он действительно, ну, уровень, даже, вот, вы послушаете его лекции, разговоры. Ну, а, он старше нас, он, а, старше нас, он спокойно сказал, называть его Валерием. Да, ну, естественно, мы, как бы, в кадре на это не рискуем, то есть, вы понимаете, вот, привыкнув общаться, вот, с нашими этими всеми, то есть, клерками, которые просто сидят на стуле, и если его с этого стула согнать, там, ничего не останется. С другой стороны, это действительно, вот, человек, это признанный во всем мире величина в науке, плюс еще у него настолько интересные вот эти вот лекции и выступления по наиболее животрепещущим вопросам, вот, о том, что происходит в нашем обществе, вот, и действительно, вот, в интернете называют его Кремлевским оракулом, потому что его прогнозы, они больше даже выглядят не как прогнозы, а просто как предсказания, потому что они настолько с такой фантастической точностью сбываются, что, в общем, это даже, ну, немножко пугает. При этом он не ванга и не кашпировский, он научно раскладывает. Да, вот это просто человек настолько разносторонний и много знающий, что, в общем, конечно, вот просто это общение, это как вот золоток свежего воздуха. То есть, вот, мы привыкли, что, вот, у нас тут каждый друг перед другом там изображает что-то, а там человеку ничего не надо изображать. То есть, он пригласил нас, сказал, что нам надо там удобно, там, устали ли мы там с дороги, то есть, ну, настолько радостно. Удобно ли вам доехать, отдохнете ли. То есть, там человек не то, что у него там никакого не было там даже там намека на какую-то там снисходительность или там, я даже не... Шванс. Да, то есть, ничего подобного. То есть, он настолько доброжелательный, радушный, приветливый, что вот мы, ну, действительно, это нас, ну, не только там удивило приятно, а просто вот восхитило. И настолько был интересный разговор, и настолько разносторонний человек ориентируется в том, что...